В этом году я очень много пишу, у меня там подготовлены порядка десяти домов, таких вот, значит, там политика, философия, там эзотерика, там прошлое, будущее, настоящее, законы, мироздания, ну есть несколько домов еще географических, потому что, в общем, у меня была достаточно необычная, ну необычная, своеобразная. Меня зовут Владимир Петрович, я президент Международного общественного правозащитного движения «Единство», Верховный атаман Международного объединения Союз Казаков России и Зарубежья, президент Международной Федерации по казачьим видам спорта и лидер Международного духовного движения «Единство. Путь к свету». Расскажите, пожалуйста, знакомы ли вы с Джуной и с тем, чем она занималась, близко ли вам это? Ну, с Джуной я, может быть, не так близко знаком, но у меня с вами познакомил Валерик Камшилов, с Камшиловым мы уже давно дружим, там уже как бы больше 20 лет, ну как бы я в свое время был заместителем, в 94-м я был заместителем Верховного атамана Союза Казачьих и Зарубежья по связям с общественностью, он был начальником главного штаба. Ну, и вот, собственно, к Джуне, конечно, я отношусь с большим уважением, и к ее деятельности отношусь тоже с большим уважением, там. Поэтому я считаю, что это очень правильно сделали, то, что вот сейчас вот этот проект начали осуществлять. А вот у нас проект называется «Уникум». Можно ли сказать про казаков тоже, что они относятся к уникальным людям? Ведь то, чем они занимаются, и то, как они это подают, это уникально, и есть только у нас. И есть ли в этом, ну, связь? Ну, такое понятие, как казачество, конечно же, в других странах этого фактически в свое время не было. Оно зародилось здесь, в России, там, ну, в Великой России, там, как бы и на Украине, это тоже Россия, там. Ну, это, конечно, сам по себе такой уникальный проект, но сейчас в данный момент у нас нет единого казачества, у нас разные направления, ну, поэтому вот то, что касается того союза казаков России и зарубежья, который я возглавляю, то у меня главная задача – это, я говорю, объединение, там, ну, хороших людей с целью поднять Россию и улучшить обстановку в мире. То есть, в моем понимании, казак – это воин, защитник народа Отечества. Ну, и разные люди бывают. Ну, и среди казаков есть, как это, и достойные, истинные патриоты, но есть и приспособленцы, так что. И есть вот молодые ребята, которые идут и говорят, вот я хочу вступить в казаков, есть такие? Ну, есть, конечно, есть немало таких молодых ребят. Мы вот 23-24 июля, мы проводили в Нижегородской области, значит, международные казачьи игры, значит, там очень много у нас у нас, и дети там были у нас от 8 лет, там, и, в общем, там до 80-ти. Очень много у нас было и детей, и юношей, как бы, так что интерес есть. А сегодня здесь, я как понимаю, вы книгу, да, свою презентуете? Да нет, я ее не презентовала. Дело в том, что этот первый том у меня уже был выпущен давно, я просто показал его там людям. И так у меня на выходе таких еще порядка 10 томов. Ну, вот этот первый том, он в основном автобиографический, хотя там затрагиваются уже вопросы немножко такого, ну, скажем, может быть, духовного, да, будущего. Вообще, у меня разная информация. У меня там и политика, и философия, и эзотерика, и прошлое, и будущее, и настоящее, законы мироздания. Я рассказываю о будущем, что будет, как будет, почему будет, что ожидает в ближайшее время человечество, значит, как будет выглядеть общество социальной справедливости, механизмы его построения. У меня есть десятки писем, фильмов есть, ну, где в той или иной степени отражается моя деятельность, тысячи фотографий, то есть я в свое время очень много ездил, и в Казахстане, и в Азербайджане, там, и был, и в Армении, там, ну, как бы в разных республиках, там, поэтому найти меня очень легко. Если в Яндексе набрать Владимир Подутев, то выскакивает очень много информации, сразу ссылка на мой сайт, она вверху, и выскакивает фильмов много сразу, там, фотографий много. У меня, помимо моего сайта, у меня есть еще странички в Фейсбуке, в моем виле, ВКонтакте, там, в Твиттере, ну, в Одноклассниках, то есть я какую-то готовлю информацию, я ее сразу разбрасываю. Ну, в основном, конечно же, вот я говорю, я рассказываю о том, что там происходит, о том, что здесь, как это все взаимосвязано, там, чтобы, как бы, человек, что основная битва между, ну, силами света и тьмы идет на тонком плане, все это спускается на физический план, что у каждого человека это поле битвы. Через наше положительное качество идет воздействие светлых сил, через отрицательные темных, ну, как бы, я вот эти все моменты затрагиваю. Хорошо, а это чьи-то учения или ваше? Нет, это не чьи-то учения. Дело в том, что... Вы говорите, что это? Я тогда был, ну, в местах не столь отдаленных, в тюрьме, значит, я, ну, я был в свое время очень влиятельным авторитетом, вот этот слава Япончик, дед Хацан, это, ну, были когда-то мои близкие, ну, как бы, тоже хорошие знакомые, друзья были там, ну, и вот мне впервые тогда показали будущее, будущее мира, человечество, планеты, меня перенесли во времени и в пространство, и я примерно оказался в 2035 году. Ну, и когда я, как бы, вот, ну, пришел в себя, ну, я, в общем, этот, ну, детали мне тогда заблокировали, потому что не время было, если бы я в то время начал рассказывать эти вещи, мы бы закрыли палату номер 6 и закололи бы аминозином, это был 79-й год. Но в 94-м году, в феврале, у меня вот произошла разблокировка сознания, и, в общем, мне уже показали все это уже в деталях. Я вспомнил тот сон, показали, что там происходит, что здесь происходит, что будет, как будет, и я рассказывал об этом, у меня есть лекция о ближайшем будущем, я 11 лет назад в Новосибирске ее рассказал, она есть в интернете, ну, ее легко найти там, и я рассказал, какая будет система власти, экономические, социальные, переходные вот эти моменты там, ну, и так вот я рассказываю, там тоже много таких вещей нужных. А кто вам первый раз показал все, как выходить на эту чистоту? Ну, вы знаете, как бы, оно как-то вот само по себе это произошло, то есть я, конечно, тогда как-то уже крест на своей жизни поставил там, ну, и вот это вот, когда мне показали, как бы, что, показали, как вот, что я иду из тьмы к свету по большому, там, полутемному туннелю, там, на моем пути разные препятствия, разные люди, одни мешали, другие помогали, ну, и вот у меня первый том, книги, я не знаю, у меня тут есть, я вам потом оставлю, подарю, вы посмотрите, у меня первая глава называется «Вещи сон», и я как раз вот это все рассказываю, как это все пришло, как это было, ну, а вот уже в феврале 94-го, вернее, да, 94-го уже более детально все это, то есть у меня было такое ощущение, что мое подсознание подключилось к информационному полю Земли, и я увидел вот эти процессы, которые там происходят на тонком плане, как это сюда спускается, на физический план там, у меня тогда возникла потребность рассказать людям, но у меня тогда не было времени, не было возможности, потому что у меня тогда началась война с губернатором Хабаровского края, он втянул туда начальника краевого воды, там, прокурора края, епископа, командующего, потом Джемову в законе, то есть, ну, и полтора года мне пришлось туда это воевать, Валера Камшилов это все знает, он тогда ко мне прилетал туда, и я в то время был членом комиссии по правам человека общественной палаты при президенте России, был заместителем Верховного атамана Союза казачьих войск России и зарубежных, членом президиума ЦК Слободных профсоюзов России и членом Полицовета патриотических и демократических сил России, то есть я недавно тогда, в общем-то, ну, расчленить Россию, то есть они хотели руками казаков создать республики Дальневосточная, Восточная, Уральская, Сибирская, Кавказская. Ну, и, в общем-то, у меня вот тогда это движение единства, его создал в 93-м году, там в учредителях были, наряду с представителями культуры и искусства спорта, были представители Союза казачьих войск России и зарубежья. И, ну, естественно, как бы получилось так, что это движение очень сильно им стало мешать, они хотели его уничтожить, но так как это мое было детище, ну, я с этим не согласился, и вот у меня там... Это все описано у меня, эти все события у меня описаны в пятой, шестой частях моей книги, там, как бы детально. Вот Валерий Васильевич, ну, Камшилов, это прямой очевидец вот этих, он участник этих событий, потому что он во всем этом участвовал. Он прилетал ко мне в Хабах, сюда, там, и по элице Рима Казакова прилетал, там, и академик Дерябин, там, и верховный атаман, казачьих войск из зарубежья, ну, Виктор Николаевич Ратиев, то есть, как бы, там, много там людей тогда было в этом замешано. — Сынки, а вот не могу задать личный такой вопрос, что могу ли, допустим, я тоже спровоцировать в себе вот эту вот силу посмотреть на что-то с другим взглядом, не тем, как я смотрю сейчас, да, то есть вот посмотреть, как Вы говорите, на более высшую оболочку, как я смотрю. — Конечно, можете. — Ну, как это развивается? — Ну, для начала надо, как бы, поверить в это, надо ознакомиться с информацией, вот, хотя бы... — Позже вы можете? — Да, да, конечно, да. В моей книге, кстати, ну, не вот то, что у меня первый том издан, там, в основном, автобиографический. А информация у меня, она на моем сайте находится, там нужная информация есть, я там, в общем-то, подробно, детально описываю, что происходит, как происходит. Конечно же, после ознакомления с этой информацией вы, я думаю, многое увидите, поймете. Ну, для начала надо, понимаете, надо определиться, для себя задать себе вопрос, я на чьей стороне, ну, на стороне сил света или тьмы, и самому себе ответить. Уход от ответа — это тоже ответ. Если Вы скажете, да, я хочу идти по пути к свету, по пути добра, справедливости, единствующего блага, я хочу жить по законам мироздания, по Божьим законам, то, естественно, как бы, Вы попадете сразу под дополнительную защиту вот этих божественных сил, которые следят за эволюцией человечества на Земле. То есть, этому самолету суждено разбиться, Вы туда не попадете. Кораблю суждено утонуть, Вы туда не попадете. Землетрясение, наводнение, где-то, тоже Вы туда не попадете. То есть, понимаете, как бы, Вы будете уже находиться под защитой. И Ваше подсознание, оно подключится к информационному полю Земли, Вы будете получать нужную информацию. Дело в том, что... Нет, сейчас я немножко, может, с другой стороны объясню. Дело в том, что Бог ведь это не дедушка с бородой, да, как его там рисуют где-то в храмах. Это сознание, которое охватывает собой всем мирозданием. И сознание каждого отдельного человека является частью вот этого вселенского сознания. И сознание каждого отдельного человека является частью сознания всего человечества, сознание всего человечества является частью сознания планетарного, куда входит сознание растительного, животного мира, минеральных миров, иных непроявленных миров. И сознание планетарное является частью, значит, это является, да, частью сознания Солнечной системы. А Солнечная система — это клеточка вселенского организма. Так вот, Вселенная – это живой организм, и наша планета Земля – это тоже живой организм, это наша материя, мы сюда приходим на физическом плане, на тонком плане мы там живем, и наш истинный дом находится там, в тонком плане. Мы сюда приходим как в школу на урок. Ну, пришли, пришли, ушли, и каждое новое воплощение, мы что-то там отрабатываем. Так вот, дело в том, что происходит сейчас в мире. Так вот, Вселенная – это живой организм, и та часть Вселенной, где в эпицентре находится наша планета Земля, он как бы окружен таким мощным энергетическим кольцом, как бы коконом. То есть сейчас со всех концов Вселенной сюда устремляются вот эти очистительные энергии. И когда вот этот зараженный участок, он как бы коконом таким окружен, он не дает этому вирусу прорваться в другие незараженные участки. И когда вот эти огненные энергии подойдут к Земле вплотную, тогда вот это все темно и нечисто будет уничтожено. Люди, внутренне стремящиеся к свету, к добру, к справедливости, к единству, к общему благу, которые хотят и живут по законам мироздания, по Божьим законам, их энергетика совпадает с этими энергиями. И чем ближе эти энергии приближаются, тем больше увеличивается их защита. А те, которые живут по принципу коры, жадность, подлась, эгоизм, стремление к личному благу и всех других, их энергетика не совпадает с этими энергиями. И чем ближе они приближаются, тем больше у них разрушается эта вот защита. Вот таким вот образом оно у нас сейчас произойдет. То есть до 20-го года уже произойдет вот это полностью уже разделение, уже на всей планете уже как бы. После 20-го года Россия уже как бы начнет объединять все народы Земли, то есть станет уже духовным лидером миром. До 25-го года уже вот этот весь процесс закончится. И у меня... А почему, попрошу, что я вас перебиваю, почему вы говорите, что Россия станет духовным центром мира? Ну потому что это в соответствии с высшими планами. У меня очень много собрано пророчеств. Я еще в 2002 году собрал огромное количество пророчеств за последние 4 тысячи лет. И очень много пророчеств. Если пророчества Кришна, Гавутамбуды, Заратус, Магомета, Иисуса Христа, они говорят о том, что наступит такое время, когда зло возьмет верх, когда честно и порядок, что справедливость все это будет затоптано, когда миром будут править плохие люди, то уже, начиная ближе к нашему времени, где-то там Ванга, Кэсси, Диксон, там, допустим, там, Авель Вещик, да, там, ну и многие другие, там, провидцы и пророки, уже конкретно указывают на Россию, уже конкретно указывается имя, уже конкретно указываются автобиографические данные, уже более деталей такие указываются. Все я это собрал еще в 2002 году, эту подборку. И в прошлом году еще дополнил ее еще новыми там пророчествами. То есть это пророчество, ну, известных людей, которые что-то видели, которые как-то подключались. Ну, я же говорю, что сознание, что такое сознание? Это совместное знание. И чем выше человек расширяет свое сознание, тем он, как бы, больше видит, дальше видит и с более высокого уровня получает информацию. Вот вы, если станете, вот на ровной площадке стоите, то вы видите на 500 метров. Опуститесь вы в яму, вот так, вы уже будете на 50 метров видеть. Поднимитесь вы там где-то на километровую горку, вы уже больше будете видеть. Поднимитесь вы там на самолете еще больше. Если вы на ракете улетите, там, в космос уже увидите, вот, Землю, Землю, там, ну... Так же и сознание, чем больше вы его расширяет, тем больше вы хотите, потому что у нас же многие, вот, они замыкаются в какой-то, какой-то вот информации. Вот им сказали, там, допустим, шаг влево, шаг вправо, там, прыжок вверх, это как бы попытка к побегу. Они уже ничего не хотят, они сами себя зазомбировали, там. Они говорят, вот это так, вот, там, где-то в каких-то отправлениях написано так, вот, какие-то там святые отцы что-то написали так, значит, там по-другому быть не может. Ну, конечно, вы им ничего, вы их не убедите, они так и будут. А если человек захочет познать, что там происходит, что здесь происходит, мы подходим сейчас к такому времени, когда человек должен, значит, твердо, ну, стоять ногами на нашей матушке в земле, понимать процессы, происходящие вокруг него, и в то же время стремиться к познанию высших миров, ну, к духовному совершенству. У меня как раз вот книги, вот, у меня здесь есть книги, там, там наверху есть, но там у меня как бы такая эмблема, вот, она как бы означает, ну, как бы гармонию духа и материи. Это еще в 93-м году, когда я это движение единства создал, у меня возникла вот, как бы, ну, мысль, думаю, какая эмблема. И вот мне показалось, то есть, вот, как бы, у нас на протяжении всей истории дух и материя конфликтовали. То есть, одни люди устремлялись куда-то, как бы, там, какие-то там духовные высокие сферы, уходили в монастыри, уходили в леса, и говорили, что все мирское это бесовское, а другие, значит, в основном ставили, как бы, за основу материальные блага, да. А сейчас, как бы, время подходит такое, когда человек должен, с одной стороны, понимать вот эти все процессы, что происходит, то тоже у него стремится к познанию. Себя иногда туда. Да, да, да. То есть, вот, как бы, они вот к ним конфликтовали, а потом, раз, вот, нашли точку соприкосновения. У меня вот такой, как раз, эмблема, вот, она у меня там на книге есть. Хорошо, ну, очень приятно было, если вы слушаете, особенно, ну, находясь здесь, больше проникаешься в ваши слова, потому что все видишь тут наглядно. Я уверена, что Джуна тоже была. Ну, она здесь, она и сейчас рядом. Да, я думаю, тут дух прям стоит, да, такой. И еще я, что очень важно, один момент, я там, у меня лекция есть о ближайшем будущем, я одиннадцать лет назад, я там рассказал о том, как будет выглядеть. Ну, то есть, я же говорю, меня перемещали во время пространства, я был где-то примерно в две тысячи тридцать пятом году, ну, плюс-минус. И я вот это, то, что видел, я это рассказал, какая сессия власти экономические, социальные и прочим. Я там, в общем-то, анализовал вот эти города по кругу, да, в общем-то. Ну, и, ну, как это все будет там. Но я тогда просто забыл в этой лекции сказать, почему по кругу, потому что они будут под куполами. То есть, у нас сейчас есть такая теория золотого миллиарда. Ну, определенная группа людей, там, да, в общем-то, которые печатают деньги, которые, в общем-то, воины создают все. Ну, они считают, что на этой планете могут жить безбедно не более одного миллиарда людей, да, как бы. Значит, 6 миллиардов лишнее. Значит, надо уничтожать, надо войны, значит, надо оправдывать геномодифицированные продукты там и прочее. Так вот, вот когда вот эти вот, мы уже, вот это произойдет, процесс очищения, до 25-го года он произойдет, и тогда мы будем уже строить вот эти вот города, вот эти по кругу, там, они где-то в пределах 50 тысяч, там, ну, самый большой, это где-то 100 тысяч, там, не больше, это областные центры. И они будут по всей планете равномерно. То есть, там внутри будет всегда та температура, которая необходима, да, ну, в пределах от 20 до 25 градусов. Качество воздуха будет всегда то, которое нужно. Там не будет всяких кровососущих, там, эти комаров, там не надо будет носить зимнюю одежду, там не надо будет отапливать помещение, там будет несколько урожаев в год, там денег не будет, там, значит, там транспорт будет бесплатный, ну, медицина, образование, все это будет бесплатно. То есть, я это все детально там рассказываю, как это все будет. Хочется уже попасть туда, знаете, вы так сладко поете, прям хочется попасть. Я себя там видел в это время, вы там тем более попадете. И вот, я говорю, почему вот эти вот купола, я говорю, потому что по этой схеме, их можно ставить, эти населенные пункты под куполами, и там, где минус 50, и там, где плюс 50, там, и равномерно по всей планете одновременно могут сотни миллиардов людей жить. Потому что и на воде можно ставить, там, ну, как бы, такие населенные пункты, там, и в пустыне Сахары, в Крайнем Севере, там, то есть, там, и потом по этой же схеме будет осваиваться, там, Луна, Марс, Венера, ну, как бы, другие, ну, планеты нашей Солнечной системы, потом другие вероятности. У человечества очень великое будущее, там, и, в общем-то, как бы, ну, я думаю, что скоро вот мы все будем свидетелем очень интересных событий. Спасибо вам большое за такое увлекательное, да, путешествие.